Тиха украинская ночь. Прозрачно небо, звезды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух. Чуть трепещут с ребристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет. И пышных гетманов сады, и старый замок озаряет, и тихо-тихо все кругом. Цитата из поэмы Полтава, известнейшего в России поэта Александра Сергеевича Пушкина. Строки «Тиха украинская ночь» написаны в 1829 году, до того как Ленин с помощью Путина придумает Украину еще почти сто лет. Конечно, вступать в историческую дискуссию с хозяином Кремля глупо, хотя бы потому, что именно киевский князь Юрий Долгорукий основал Москву. Стоит напомнить, что пушкинская «Тиха украинская ночь» – кстати, правильное ударение украинское по правилам русского языка – Пушкин изменил ударение для выбранного стихотворного размера. Так вот, пушкинская «Тиха украинская ночь» описывает грядущую Полтавскую битву 1709 года, через 12 лет после которой, в 1721-м, Московия стала официально именоваться Россией. То есть, России тогда еще и в помине не было, а ночь была украинской. Почему же именно украинская ночь? Не малороссийская, не русская, а именно украинская. Может быть, это были фантазии Пушкина? Может, это Пушкин придумал Украину, которой и в помине не было? Или он писал эти строки под пытками австрийского генштаба, переместившегося на машине времени из будущего, с целью придумать Украину руками известнейшего русского поэта? Ведь все мы знаем, что современные российские патриоты, кроме Ленина, обвиняют в создании Украины, украинского народа и украинского языка именно австрийский генштаб. Неужели эти истинно русские патриоты не знакомы с творчеством Александра Сергеевича? Ведь если бы ценили они светоча русской поэзии, то знали бы, что в работе над поэмой «Полтава», где описана «Тихая украинская ночь», Пушкин обращался к историческим источникам. Да-да-да, Пушкин работал с историческими архивами при создании многих своих произведений. Это не секрет. И пушкинисты, и школьники знают это как дважды два. Что же это значит? В источниках уже упоминалась Украина, когда России еще и в помине не было? Интересное кино, правда? А как же все эти бредни российского президента про то, что Украины якобы никогда не существовало, и ее придумал Ленин, подарив никогда не существовавшему народу якобы исконно русские земли? А вот давайте не будем как Путин, а будем как Пушкин. Обратимся к историческим источникам. Сейчас я вам покажу, откуда солнце русской поэзии черпало сведения про Украину маты. Но в начале, друзья, попрошу вас подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, а также поддержать наш труд на платформе Патреон. Ссылка в подсказке, описании и первом комментарии. Впервые термин «Украина» появился в киевской летописи 1187 года. Летописец рассказал о смерти переославского князя Владимира Глебовича во время похода на Половцев. Он написал, что «о нем же окраина много пастана», то есть «за ним же Украина много потужила». Уже это первое упоминание показывает использование термина «Украина» как «края», «страны», «государства» или «суверенного пространства». Далее, в последующие годы после первого упоминания, «Украина» в летописях появляется несколько раз, и вот в каком контексте. 1189 год. Князь Ростислав Берладник приехал в Украину Галицкую. 1213 год. Князь Даниил забрал Брест и Угровс и Верещин, и Столпье, и Комов, и всю Украину. Термином «Украина» очерчивают территорию Поднепровья, это Переославское, Киевское и Черниговское княжества, а также, согласно развитию западной части государства, то, что касается Волынских и Галицких земель. То есть летописная традиция оставляет нам наследство очерчивания как суверенной территории этих этнических украинских земель. Почему Украина не является окраиной, как утверждают российские неучи? Когда было первое упоминание этого названия в XII веке, еще не существовало ни России, ни даже Московского княжества, ни Речи Посполитой, ни Австрийской империи. Зато была Киевская Русь. То чьей окраиной Украина могла бы быть? Древнеславянское слово «край» имело значение «кусок земли». Впоследствии оно приобрело новый смысл – территория, принадлежащая определенному племени, роду. А когда Киевская Русь раздробилась на отдельные княжества, то слово «Украина» получило значение «княжество». Существуют параллельные формы «Украина» и «Вкраина». И эта «Вкраина» ломает все сказочки русской теории об окраине. «Украина» другими словами означает «родной край», «своя земля», «дом», антоним к нему «чужбина». Если обратить внимание на речевой аргумент, то россияне говорят, что синонимом к «Украина» может быть, по их мнению, у края, то есть возле, на краешке. Но и эту теорию языковеды полностью разбивают, потому что в украинском языке предлог «У» означает «внутри», а не «возле». Философия Украины как окраины возникла у российских публицистов и популяризовалась достаточно мощно российской публицистикой и историографией 19-го и, соответственно, уже 20-го и 21-го века, очерчивая Украину в соотношении с империей. Российские культурные деятели, даже самые либеральные в отношении Украины, вообще всегда вторили генеральной линии своей власти, будь то царская или советская. Какого условно хорошего русского не возьми, он обязательно сломается на украинском вопросе. Тот же Пушкин, называемый почему-то вольнодумцем, после возвращения из ссылки становится просто эталонным певцом царско-имперского режима. Поэма «Полтава» не исключение. Здесь Пушкин создал миф и практически демонизировал якобы предателя и сепаратиста Ивана Мазепу, гетьмана войска Запорожского. Всех его сторонников заклеймили как мазепинцев, эстафету которых через годы, через века подхватили петлюровцы и, конечно же, бандеровцы. А любые стремления украинцев в рамках империи квалифицировали как украинский сепаратизм или мазепинство. Ничего нового за столетия Россия про украинцев не придумала. Меняются лишь декорации. Сейчас вот все украинцы считаются нацистами и предателями, отвернувшимися от русских ради своих заокеанских хозяев американцев. Беда лишь в том, что талантов уровня Пушкина Россия рождать перестала, а всяческие прилепины не в состоянии красочно воспеть современные имперские бредни России. Да, Пушкин был бы сегодня эталонным победобесом. Напомню, что про Александра Сергеевича у нас на канале есть целый выпуск, который называется «Имперский шовинист Пушкин». Обязательно посмотрите. Кстати, наиболее интересные фрагменты этого видео выложены на нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и смотрите дополнительные видео и другие интересности. Ссылка на экране в подсказке, описании и первом комментарии. Как Украину обозначали на картах? Конечно, такого государства, как Украина, в Средневековье на картах не было, как и России. Страна Украина называлась Русью. Русь как политический термин, а Украина впоследствии как очерчивание территории. На наших просторах встречается до 40 названий Руси. Красная, черная, белая, была даже зеленая Русь. Чтобы избежать манипуляций, нужно заглянуть на карты иностранцев, как они обозначали Украину. Наука картография не позволит соврать. Прежде всего, в 15 веке появились созданные Птолемеем карты, которые стали очень широко использоваться в западной картографии. И именно на этих картах впервые появились такие небольшие территории, которые решили считать ныне украинскими землями. Это Русь и Подолье. Вы можете подумать, что это ошибка. К чему древнегреческий ученый Клавдий Птолемей и Украина 14 века? А дело в том, что этот человек в 150 году н.э. составил первый атлас известного ему мира. На той карте украинские территории подписаны как Сарматия. Потом, на многие века, труд Птолемея вовсе пропал из научного обихода. И только в 15 веке его научное наследие восстановили. И начали на основе его карт делать современные европейские карты. Кстати, эти карты Птолемея в 15 веке дорисовывали, перерисовывали и печатали в Нидерландах. Основным центром европейской картографии в 15 веке был Амстердам. Там была одна из крупнейших картографических фирм, которая печатала атласы. Отдельные карты, которые расходились по всему миру и фактически стали подосновой для последующих картографических поколений. Иностранцев немного сбивало с толку, как идентифицировать Украину. На период 14-16 век территории уже были растерзаны и принадлежали разным государствам – Польше, Великому Литовскому Княжеству и Венгрии. Но все же в начале 16 века украинские земли обозначали как Русь. Так было вплоть до начала 17 века. И наконец в 1613 году в Амстердаме выходит карта, на которой впервые появляется название «Украина» в пределах Литовского княжества. Отметим, есть версии, что к этой карте имела отношение Астрожская академия, в частности князь Константин Астрожский. И именно на этой карте в 1613 году впервые появилось название «Украина». В то же время название обозначало не нынешние украинские границы, а лишь небольшую часть – Верхнюю Волынь. Так было до Гийома Боплана. Этот француз открыл Украину для западных европейцев. У него появился термин «Украина», но его карты значительно точнее. Гийом Боплан был военным картографом и инженером, состоял на службе у польского короля. Ему доверили строительство оборонительных крепостей на границах Речи Посполитой. По проекту Боплана соорудили укрепления Подгорецкого замка, крепостей Бар, Броды, Кременчук и отстраивали уничтоженный казаками Кадак, территория современного украинского города Днепр. Он хорошо изучил земли Украины и создал детальные карты в 1648 году. Карты Боплана были большим прорывом для изображения украинских территорий на картах. Он был военным картографом, самостоятельно исследовал все эти земли, видел днепровские пороги, дошел до Днепра и перешел реку. Именно от Боплана европейские картографы начинают копировать карту Украины, которая уже имеет четкие границы. Эти границы француз сразу подает в названии «Атласа». Украина – территория, которая лежит между границами Московии и Трансильвании. Порой иностранцы обозначали на картах «Украина – земля казаков». Впервые этот термин появился также где-то в начале 17 века, в основном на картах французских картографов, которые изображали украинские земли в пределах Польского королевства и Великого княжества литовского. Границы, которые должны ограничивать казацкие земли, изображались на картах очень свободно. Иногда Украина – земля казаков доходила до русского воеводства, то есть практически почти до Львова. То, что казаки называли свою страну Украиной, доказывают и письма. Интересно, кстати, сын гетьмана Михаила Ханенко, который уехал учиться в Польшу, записывался как украинензис, то есть украинец. Это было в 17 веке. Термин «Украина» исчез с карт вместе с казаками. Интересно, почему же? И вот сюрприз. В 18 веке на арену выходит Российская империя – Московия. Политическая мощь ее становится сильнее. В 1775 году Россия ликвидировала казачество и уничтожила сечь. С европейских карт автоматически термин «земля казаков» полностью исчезает. Тогда России удалось стереть Украину с политической карты мира. Последний раз термин «Украина» вспоминали во время раздела в Польше между тремя странами – Австрия, Пруссия и Россия. Слово «Украина» исчезло вплоть до 20 века. А пока в Российской империи родилась теория об Украине как «окраине». Этой «окраиной» они пытались преуменьшить значение страны и присвоить ее себе, как будто это государство лишь приграничье их великой и могучей. Чтобы показать свою преемственность от средневекового украинского государства, в научных кругах украинской интеллигенции образовалось двойное название – «Украина-Русь». Двойное имя не использовали в картах, но им активно пользовалась элита. Грушевский и Франко не случайно использовали в названиях своих работ «Параллель Русь-Украина». История Украины Руси – история украино-русской литературы. Наконец, в начале 20 века, в 1917 году, представилась возможность создать собственное государство. Возник вопрос, как его назвать. И первый президент Михаил Грушевский сознательно и обоснованно дает стране имя «Украинская народная республика». Михаил Грушевский очень ответственно относился к понятиям и терминам. То есть, не случайно он апеллировал к тому, что Украина 20 века – это наследник государства Владимира Великого. В тот период во Львове провозгласили Западноукраинскую народную республику, а в Ужгороде – Карпатскую Украину. Международно-правовые основания украинского государства опирались не на декреты Владимира Ильича Ленина, не имевшего к Украине никакого отношения, а на принцип национального самоопределения, каким он виделся в конце Первой мировой войны. Он формировал национальное государство на основе пространства проживания определенного народа. Это пространство определялось не административными границами государств, в которых проживает народ, а распространением самого народа. Поэтому для Украины не имело значения, например, российско-австрийская межгосударственная граница до 1914 года, а уж тем более внутренняя административная граница Российской империи или Австро-Венгрии. Напомню, в те годы на обломках империй таким образом образовалось множество национальных государств. Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Чехословакия, Венгрия, Австрия, государства славянцев, хорватов и сербов. А вот Украине тогда, к сожалению, не повезло с долбанутым соседом. Именно этот подход был вписан в условия подписанного РСФСР, то есть Россией, Брестского мирного договора 1918 года, а именно как необходимость дальнейшего уточнения украинско-российской границы. И даже после того, как большевики задушили УНР, этот подход был изначально унаследован УССР в ее отношениях с Советской Россией. В основу определения национального состава населения брались официальные данные царской переписи 1897 года. Однако в дальнейшем советское руководство, официально якобы придерживающееся этого принципа самоопределения, ограничило украинских большевиков границами царских губерний. Что напоминает нам очередной раз о том, что любые договора с русскими не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Получается, что красная большевистская плесень во главе с Лениным не то чтобы не подарила Украине какие-то территории, а наоборот, обокрала Украинскую Советскую Социалистическую Республику, отобрав значительные территории, населенные украинцами. А это и Белгородщина, и Кубань, и Ставрополье, и чтобы вы знали Крым, который был преимущественно украиноязычным. Так что Украина была, есть и будет. Костью в горле московским правителям, которые уже не одну сотню лет никак не могут потушить свободный украинский дух. Сегодняшняя война – это решающая битва. Свободы с рабством, прогресса с архаикой, добра со злом. Весь ход исторических событий и событий на поле боя говорит о том, что Московской империи наступил кирдык. Тиха украинская ночь, прозрачно небо, пыня сдохнет. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Patreon, это помогает авторам развивать канал. Также пользуйтесь новой функцией YouTube спонсорства. Кнопка «Спонсировать» есть под каждым видео, а также на главной странице канала. Спасибо за внимание. Всем украинцам скорейшей победы. Слава Украине! Субтитры подогнал «Симон»!